И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме Добро Пожаловать в Класс Превосходства, и у нас по счёту идёт восьмая серия. Прошлая серия носила исключительно развлекательный характер, касательно основного сюжета упомянуть практически нечего, за исключением одного момента. Это того, что главарю класса С, те три парня, которые пытались подставить Суда, когда он попросил их назвать имя того, кто их по итогу переиграл, они назвали имя только Харикита, но при этом ничего не упомянули об Аяна Кодже. То есть главарь класса С точит свой зуб, не знаю, положил свой глаз конкретно именно на Харикиту, в чём я не совсем согласен, хоть и понимаю, что Аяна Кодже, конечно же, примет участие, если наедут на неё, если она, конечно, его об этом попросит, что тоже не факт. Поэтому мне просто хочется, чтобы он тоже фигурировал, хочется, чтобы на него тоже обратили внимание и чтобы он, получается, проявил себя, именно защищая самого себя, а не постоянно защищая кого-то. Хотя я не против того, что он кого-то защищает, просто я боюсь того момента, что когда они едут на Харикиту, она не просит у него помощи и по итогу Аяна Кодже останется неудел в этой ситуации. Этого конкретно мне не хочется. Вот, так что давайте смотреть, что по итогу будет в этой серии и какого характера будет она, но перед этим не забывайте, как обычно, подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, если вам нравятся мои реакции. Ну и если вы хотите смотреть это аниме и другие, которые выходят у меня на канале на несколько серий вперёд, без закрытия экрана, заглушений звука, вырезов, вставок, то в этом случае подписывайтесь на Boosty. Подписочка стоит 100 рублей, а ссылочка находится в описании под роликом. Ну и желаю всем приятного просмотра. Поехали. Оставь надежду всяк сюда входящий. Данте Алигьери. Божественная комедия. Это я знаю. Это я знаю, это я знаю. Я читал Божественную комедию, причём не раз, и советую её к прочтению. И в общем, если есть люди, которые, из тех, которые смотрят меня и смотрят мои реакции, если есть те, которые любят почитать, можете мне об этом написать в комментариях или где-нибудь мне в личку, как на Boosty, так и ВКонтакте. Везде сообщения открыты, можете мне написать, и я вам посоветую, что почитать с огромным удовольствием. У меня очень много чего есть, что я могу предложить. Для любителей чтения, конечно же. Причём разных тематик. Искавали нашу свободу. Но небо свободно. Даже в этой гнетущей тьме осталась искра надежды. И это крылья мои? С ними я буду словно птица в небе. Послушай же, Икар. Свобода может разум очернить. И гордыня приведёт к смерти. Даже птицы летают на сторожах. Выглядит, как пустая отрата денег. Ставят пьесу. Один человек связался со школой. Он сказал, исключите агеносоджики атаку. Что бы это значило? В смысле? Не знаю, кто это был. Но просто так вы ведь не можете это сделать. Всё верно. Пока ты тут учишься, ты находишься под защитой школы. Правда, если создашь проблемы, всё сразу поменяется. Но он не из тех, кто создаёт проблемы. Он из тех, кто как раз таки решает любые проблемы, которые встречаются на его пути. Но что это за человек, которому нужно его исключение? Да. Или он конкретно в этой школе не для того, чтобы достичь какого-то определённого класса? То есть, смотрите, может быть, это не исключено, что может быть за ним кто-то охотится, он кому-то нужен, он, может быть, откуда-то сбежал, или чего-то не сделал, может быть, состоял в какой-то организации, с которой решил, допустим, типа уйти, и узнал, что в этой школе он будет под защитой школы на всё время обучения в этой школе. И для того, чтобы не привлекать внимание, хоть он и обладает огромным, типа, там, интеллектом, какими-то талантами, да, но чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он решил специально сдать экзамен именно так, чтобы поступить именно в класс отбросов, который практически никого не интересует, и конкретно за этим классом сильной-сильной там слежки от остальных практически-то и нет, да, то есть на них в основном, типа, там, все плюют с высокой колокольни. И это просто-напросто многое бы объяснило, и это похоже на правду, что он кому-то нужен, но он просто таким вот образом спрятался, и в этом случае понятен именно смысл нахождения в классе D, смысл, почему он не хочет передвигаться классом выше, смысл, почему он ведет себя до такой степени спокойно, смысл есть, почему он не хочет сильно выделяться, чтобы его где-то кто-то как-то замечал, просто все-все-все-все-все вот это обретает смысл, если он от кого-то скрывается. Но если это так, то, само собой, безумно интересно, от кого скрывается, от чего, зачем, почему. Эх, а я на коджик. Но я ненадменный, Икар. Я не брошу вызов Солнцу. Твои намерения не важны. Если я решу, что ты проблема, значит, так и есть. Пытаетесь меня запугать? Не получится. Какую? Если ты собираешься достичь класса А, то я тебя без вопросов прикрою. Выгодно, не так ли? Икар! Об этом и речи быть не может. Тогда боюсь, Айна Коджи, тебя смогут исключить. И конец свободе. И вы называете себя учителем? Решай сейчас. Вы смотрите, как он отреагировал. Он впервые на протяжении всего этого аниме проявил какую-то агрессию, проявил такие эмоции. За исключением тех моментов, когда нападали, допустим, на Харикиту. А именно то, что касаемо его, именно его. И он проявил вот такую вот агрессию. То есть он сейчас не выглядит таким спокойным, коим является обычно. Ха-ха-ха, это интересно. Это значит, что он все-таки хочет оставаться здесь. И то есть она ему просто-напросто ставит ультиматум. Либо сражайся и достигай класса А, тогда ты будешь под защитой этой школы и под моей защитой, и при этом тебя не исключат, если я буду видеть, что ты именно прилагаешь все усилия для того, чтобы этого достичь. Но при этом ему придется уже не быть таким скрытым героем. Для этого ему придется продвигаться, идти по головам, да, и в этом случае на него обратят внимание. Причем обратят внимание многие, как из класса С, так из класса Б, так из класса А, если он будет двигаться именно к самой вершине. И получается сейчас, на данный момент, у него нет абсолютно никакого выбора. Либо тебя исключают, и ты отправляешься куда-то, кому-то, кто тебя ищет, и кто тебя легко найдет, при этом, если ты окажешься уже не в этой школе. Либо же выделяйся, выделяйся, и достигай результатов для того, чтобы попасть в класс А. Не, мне нравится. Мне это нравится, потому что в этом случае Айяна Коджи придется уже выйти из тени. И это круто. «Быть в классе А или быть исключенным». «Дураку отцу»! Ну, понятно, что он решит. Чего он боится сильнее? Выйти из тени и привлечь внимание, достигая класса А? «Вся моя жизнь сплошное сожаление». Или же сильнее боится именно быть исключенным из этой школы и попасться в руки к тому, кто его ищет. «Убить свободу, чтобы защитить свободу». Да, все так и выглядит. Абсолютно так. Подожди, я... «И небо голубое! Это центр Тихого океана! И правда, морской рай!» Это от школы такой пароход? Они ж не все это время были на пароходе, они ж были конкретно именно на земле, правильно? А это сейчас они отправились в какое-то путешествие? Блять, нихуевый пароход! Вы смотрите, насколько он огромен! И понятное дело, в школе учится огромное количество, наверное, учеников, и не только учеников, а еще и преподавательский состав, поэтому каждому нужна отдельная где-то какая-то каюта, плюсом должны быть места, где будут там проводиться какие-то занятия, тренировки и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Огромнейший! Пиздец, государства, выделяет денег для этой школы немыслимое количество. Такой вид! Аж сердце колотится! И правда крутой вид! Ты не рад, что не исключен? Да, это словно сон! Разве школа не крута? Так здорово взять нас на этот круиз! Да! круизный лайнер сферанца включает первоклассный ресторан, театр для живых выступлений, бассейны и многое другое. Даже шикарные спа. Одиночный билет стоил бы пару тысяч йен. Ух ты! Неужели это все бесплатно? Кикейо! Думаю, это тебе подойдет! Веревочная прям практически, ну, почти, да. Но, да, Кикейо подойдет. это... Я упомянуло, да? Ну, просто там вываливаться будет абсолютно все, там же, как бы, блин, все довольно больших размеров. Пару тысяч йен. Пару тысяч йен, это же не так-то и много. На самом деле, такой безумно классный круизный лайнер стоит всего-то ничего. Просто, насколько я помню, я, когда смотрел, что такое сто тысяч йен, я этого, Помню, говорил, что это что-то в районе Долларов 900, да? Около 1000 долларов Вот смотрите, я делаю добавить валюту Ищу японские Где она? Японская иена И ввожу, сколько он сказал? Пару тысяч? Пару тысяч это 2000, правильно? Вот японская иена 2000 2000 японских иен? Да ну нахрен, это всего-то 1000 российских рублей Добыть того не может Это, блин, 40 рублей, это 14 баксов Что за? 2000 иен? 2000 иен стоит этот круизный Ну на круизный лайнер сюда? Я очень сильно сомневаюсь Может он хотел сказать пару сотен тысяч иен? Тогда это похоже на правду В случае, если нужно заплатить в районе 2000 долларов, хотя это уже слишком, наверное, дохуя Но все же, ну блять, ну не 14 баксов Ну, он ведь так открыт Расслабься, мы на отдыхе Кикио, я к тебе Хорошо, вот так Я сделаю это Думаю Признаться, кушите А толку? Серьезно? Мне кажется, похуей будет Давай Давай Всю волю в кулак В бой Кахаю тебе И все Да похуй вообще, наверное Да как Тогда я Буду звать тебя Канзи Канзи Милая Кикио овал Он ёбу дал Влюбился в Харикиты? Очень нравится А это что? Это в Японии такая проблема То есть это именно нужно Плюс-минус согласие человека Или ты не проявляешь неуважение к человеку Если называешь его по имени Без его на то согласия Или как? Просто я не знаю У нас-то все друг друга называют по имени И это вполне нормально И делают это так с момента знакомства Если бы меня с момента знакомства Называли по фамилии Я просто думал Называйте меня нормально по имени Типа хотя бы Хотя меня мое имя дико бесит и раздражает Но все же Фамилия меня раздражает сильнее Ладно Если кто-то знает об этих вот нюансах в Японии Напишите мне пожалуйста об этом в комментариях Пойдем вместе домой Ой ебать Страшили еще это Красота Ровно наоборот Кстати вот этого долбоеба Который говорит красота Его частенько очень показывают Ну не то чтобы частенько Но периодически как бы показывают Как будто он является какой-то Типа важной фигурой Но при этом он больше нигде никогда не фигурирует То есть его просто-напросто показывают Так для вставки Типа нахуй он вообще нужен Выкиньте его Какой-то максимально неинтересный персонаж На данный момент Так что все норм Мы тут точно лишние Добро пожаловать Столик на четверых А баллы есть? Ой Че это за еда такая? С ароматным соусом из трав Да забейте Так жрачки пиздеть Я есть захочу сейчас У меня там тортик в холодильнике стоит Надо хотя бы тортика покушать Получается После просмотра серии Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой А что не так с гамбургерами, а? Ящиков Ты че, блядь, до гамбургеров доебался нахуй, а? Слышь? Чучело, блядь Гамбургеры, блядь, нормальная штука, вообще-то, слышь? Будешь иметь дело со мной Я вообще-то люблю фастфуд Не всегда, конечно, его ем Но периодически люблю И ты как бы, блядь, ты попридержи коней Ладно, ты поносу допиздишь Ты как бы меня задел Кстати, я сразу вспомнил момент этого Купленов Когда играл в какую-то из игр Я не помню, какая была конкретная игра И там был момент Когда девушка разговаривала с парнем И вроде бы что-то сказала по поводу того, что А, это был Человек-паук, наверное Человек-паук И там Мэри Джейн сказала Петеру Паркеру Типа по поводу Того, что если бы он Готовил где-то какой-то ужин Типа опять были бы пельмени Или что-то такое И он, типа, на нее слышно А хоть ты че, блядь, что-то против пельменей имеешь? Так же и здесь Ну, вообще-то Ну, тут я и согласен И не согласен Тут я согласен с тем, что он Агрессивно все-таки Реагирует на все А можно было бы просто Состроумничать, да Как-нибудь просто-напросто словесно Как бы Переиграть, да Этого долбоеба из класса А Но никоим образом не вести себя агрессивно С этим я согласен А с чем я не согласен Это с тем, что Он первый, типа, там, как бы Что-то начал Нет, манерам нужно Поучиться не только ему Хотя он, наверное, имел в виду Что они, типа, там За столом сидят И не понимают, что им выбрать Типа, не понимают Что вообще-то написано И так далее Но Это не значит Что они какие-то там Плохие отбросы И что другим нужно Нужно при этом Что-то подобное им говорить Прежде всего Мы все люди, правильно? Я уже не раз Об этом говорил И Именно вот Такие разговоры О том, что мы Ебать, нахуй Типа, там, класса Вы, типа, мусор Жрите мусор Жрите говно Как бы Это нормальное поведение То есть Это получается Поведение Достойного Образованного Человека Который состоит В высшем классе Это Высшая культура Манеры поведения Ты говно Жри говно Ты мусор Должен жрать мусор Ебать поведение Пиздатое О такое, блядь Прям вообще Супер Не знаю Нужно учить этому Вообще Ёбу дали Так, Тоха Давайте без осажденки Мне тут Не ака И мне тут Обязательно так близко Все показывают Думаю, что Харикита и Хирата Может, есть кто-то еще Ой, блядь Говорят У Каэнджи хорошие оценки И физические данные Но Кроме Каэнджи Аэнокоджи, что ли? Да Но трон чую, что с ним Нужно держать ухо-востро Учитель Я не могу доверять Лишь в вашей интуиции Злюка А, это учитель класса Б Вот та, которая, типа, любит Подбухнуть, да? Какая-то она выглядит, блядь Как ученица Ну, то есть сравнить ученицу Которая несооруженолетняя И при этом учительницу Блин, они практически одного возраста Но с виду Ты нам расскажешь, Аинакоджи, что это за человек? Хирата? Прости, ты спал? Нет Отлично Я тут собираюсь к Каруизаве и девчонкам Ну и хирата отсюда Со мной не хочешь? Не, я вообще не хочу Каруизава? Давайте без меня Я не очень-то и близок с ней Чтобы гулять Так это как раз отличный шанс узнать ее получше Ну а если ему это нахуй не нужно? Он ведь просто Хочет подружиться? Вряд ли Мне кажется, он не из тех Кто просто хочет подружиться Аинакоджи По правде говоря Мне нужна твоя помощь Вот с этого и надо было начинать Какая? Можешь быть посредником между мной и Харикитой В смысле посредником? Если мы хотим собрать класс Д Она будет Ключевым звеном Так вот в чем дело Говорят, что Харикита Смогла доказать Невиновность суда Если будем работать вместе Да нахуй тебе это нужно? Ты не понимаешь, что они и так в принципе впрягаются? То есть Реально Ёбнутый На протяжении всего времени На протяжении всего Ну просто всего, что происходило в этом классе Все проблемы, которые возникали в этом классе Суда и с этим избиением Суда и его исключением И еще с различными другими моментами Совсем Абсолютно со всем, что происходило в этом классе Справлялись кто? Айяна Коджи И Харикита Ну и Куша Типа там тоже Проявляла себя при этом Вы же Самые ебать Популярнейшие Пиздатейшие Блядь Типа там в классе Д Там такие крутые Там встречаетесь Там она там крутая Там бабки тратят направо-налево Дура эта припиженная Ты Ну не хочу тебя называть долбоебом Но все же Типа такой прям крутой Блядь Типа там со всеми дружишь Вы ж нихуя для этого класса не сделали Уровным счетом Вообще нихуя Вы просто ходите Типа там милуетесь Друг с другом Деньги проебываете Отдалживаете Все Больше нихуя не делаете Ебать Популярные Блин У меня только одни маты в голову лезут А как раз таки именно Харикита Айяна Коджи Постоянно Блин Во всем Вас вытаскивают Нахрена тебе это сплочение Если вы по итогу Нихуя не делаете Нахер вы вообще нужны Им и так неплохо Они и сами нормально справляются И в общем Если Просто-напросто Я почему так загорелся Потому что он должен понимать Если он нихрена не сделал Абсолютно нихрена Во всех тех ситуациях Которые возникали А сделала именно Харикита И Айяна Коджи То Че его парит вообще Что Должны быть Все сплочены Зачем Разве это Не объясняет Тот факт Что Если вдруг Ваш класс Попадет В какую-то передрягу То она не будет Стоять в стороне А она по-любому Поддержит Поможет И все А так она просто-напросто Хочет Быть сама по себе Че вы к ней не лезете Че вы к ней не даетесь Она же не посылает вас Нахер Она Ну в плане Если где-то нужна Какая-то помощь Она всегда поддерживает И всегда помогает Поэтому просто-напросто Дайте ей Чувствовать себя комфортно Жить так Как ей нравится И все Че вы доебались до нее Нахрен она вам сралась Вот общается она чисто с Аяна Коджи И с остальными С кем он ее Типа там Ну плюс-минус Заставляет общаться Ну и все Как бы отъебитесь от нее Вот мое решение Поэтому тут я Не согласен Тут не обязательно Типа всему классу Держаться сплоченными Главное Чтобы каждый из класса В случае какой-то проблемы Пытался в меру Своих возможностей Помочь с этой проблемой Справиться Вот и все А блин Субтитры забыл включить Думаю мне стоит идти Слушай если ты Тихо назад Кто звонил Извини Думаю мне стоит идти Долбоебка это Слушай если ты Все таки передумаешь То звони Извините что я ее Таким образом называю Но просто мне Она транжира Которая типа считает себя Супер мега популярной И крутой Которая просто-напросто Тратит деньги Одалживает их Да и При этом Ни хрена полезного Для этого класса не сделала Поэтому таким образом Я ее называю Если потом покажут Какие-то факты Того что я был неправ Я возьму свои слова Обратно и извинюсь Перед ней Договорились да А до сих пор Буду называть ее Подобным образом Прости Уже иду Он реально для вставок Его показывают периодически Так Так Токийская старшая школа Продвинутого воспитания В этой школе Все учащиеся должны жить В общежитиях Им запрещено покидать Студенческий городок За исключением Особых случаев Кроме того Запрещается контакт Со всеми посторонними людьми Включая семью и опеканов Вот Вот наконец-то Ответ на мой вопрос Почему те У которых есть И потом семьи И при этом Если эти семьи богаты Почему они не получают Поддержку От своих семей То есть Эти дети Отправляются Конкретно именно на обучение И родители понимают Куда их отправляют И что они будут закрыты В общем От всего остального Общества Которое не касается Никоим образом Этой школы Все Все Спасибо аниме Все Я понял Спасибо на ответ На мой вопрос За ответ На мой вопрос Так А это кого уже труд Ой Давайте нам еще Так Лучше показывайте Этих Харикиту И кого Фу Фу А ты быстро Зачем Позвала меня Думаешь Это просто Отдых Было круто Но в этой школе Просто так Не бывает ничего Правильно Корабль Направляется К острову Который Принадлежит Школе Верно Когда будем На месте Не ослабляй Бдительность А вот и ты Харикит идет Здорово Здорово Матфеозе Довольно Хороший Трюк Кто ты Мне нравятся Такие девушки Как ты Сузан Не знаю Как ты догадался Но я не разрешала Называть Меня по имени Твое лицо И правда Заводит Не знаю Кто ты Но ты мне Отвратителен Ты Долбоеб Сая Накоджи Поговоришь Сая Накоджи Поговоришь Только Рекса Своего Поговорим Об этом У меня В комнате Лишь Ты И я Повсюду Рекс Ходит То есть Таким образом Ты будешь Относиться К девушке Да Это Адекватно Нормально Все Съебался Чмо Ну не стоит Не стоит Так реагировать Это все-таки Айяна Коджи Он скрытый герой Ну что-то так Что-то грубо Это хорошо Вам это же на руку Ничего плохого В этом не вижу Спасибо за своевременный доклад Масуми Что мне делать дальше? Хороший вопрос Проверь-ка одних учеников Кого? Шах Шах С-с-с-с-с-с На свидание Да-да-да Сакура Что ты не сказал? Ты Как давно ты здесь? Только пришел Я слышал О чем ты говорила? Нет, поэтому скажи сейчас Давай Слава богу Вряд ли он, наверное, согласится, конечно Но давай Что-то случилось? Нет Ничего такого Точно Но мне до сих пор Тяжело общаться с одноклассниками Кроме тебя, да? Прости Что говорю о таком? Все в порядке Если тебе нужен совет Я ведь могу помочь Спасибо Ну Да ничего такого Ой А я на Коджи и Сакура? Я В койоту пойду Погоди Прости Я не должна была мешать Все хорошо Думаю, Сакура все еще боится незнакомцев Звездное небо Прекрасно Соглашусь Не правда ли? А я на Коджи Так, хрэ прикидываться Давай показывай себя Такую, какая ты есть Я почти забываю Какая она на самом деле Согласен Согласен Я Пожалуй Пойду Уже уходишь? Красно тянет Хорошо Тогда до завтра Доброй ночи Добрый Ну-ка Сейчас покажет себя Ага Ты осторожен со мной Я ведь Прекрасно чувствую это И что с этого? Сама тому виной У нее немного одиноко Когда я остаюсь одна А я на Коджи Забыл Как бы Вообще Вообще Похуй Ха-ха-ха Вообще Насрать Как бы Если уж кого-то выбирать То явно не себя Доброе утро Дорогие ученики Привет Ты кто? Мы приближаемся К нашей цели Острову Хорошо А ты кто? Надеемся Что вы рассмотрите И запомните Этот пейзаж А кто ты? Запомним Пейзаж Эй Посмотри Утречка А я на Коджи Доброе утро Просто дух захватывает А ты как считаешь? Ну как бы Остров и остров Ха-ха-ха Кстати А Харикито где? Она не с тобой? Не Она не из тех Кто отдыхает на всю В каюте наверное Точно Я так втянулась Но вещи брать запретили Я не закончила Пока Ваши айди конфискованы Взамен будут эти браслеты Кто снимет без разрешения Будет наказан Айди это телефоны? Осторожны Словно тревога Словно тревога Согласен Они бы не пошли так далеко Из-за игр на пляже Я Машмар Руководитель класса А Во-первых я рад что все проходит хорошо АД БЦ Не смог присоединиться к нам Из-за болезни Кто же? Любопытно А что нужно Типа выжить Или что? Испытание на выживание Вы понимаете Сколько всего крутого Может произойти Испытание на выживание Явно у них Хотя все равно У них есть очки Они говорили что за очки Они могут покупать Абсолютно все что угодно За баллы И поэтому Те же самые класса А, Б и С Гораздо в более лучшем положении И выгодном Нежели класс Д Если этими очками Можно, ну баллами Можно пользоваться На этом острове А логичнее было бы Сделать так Чтобы абсолютно все классы Были в равных условиях И смогли по итогу Доказать Своё превосходство Перед другими классами То есть находясь В тех же условиях Доказать что они Лучше Справляются Правильно? Это было бы логично Это было бы правильнее Со стороны школы Поэтому я Топлю конкретно Именно за такие условия Но если такие условия По итогу будут Прикиньте Сколько всего может произойти Собираются в группы Группы Подгруппы Там все эти Получается Классы По-любому Каждые классы Собираются в свои группы Там класс Д Там может будет Одна, две, три Там группы Конкретно тех Кто состоит в классе Д С, Б, А Будут делать то же самое Не захотят Наверное Таким образом делать Чтобы класс Д Сошелся с классом Б Или С Сошелся с Б Или С Сошелся с Д Или Д Сошелся с А То есть такого абсолютно не будет Они будут именно между собой При этом им нужно найти Пропитание Может где-то как-то Отстроить Где-то какое-то Жилье Допустим Развести Огонь Ну всякое вот такое Вот Все что нужно делать На необитаемом острове И таким образом Проявлять себя Проявлять смекалку Проявлять свои умения И в этом случае Еще плюсом По-любому Будут стычки Между Между группами Стычки Между классами Причем большое количество Каких-то стычек Которые тоже будут Довольно интересными У меня остается Единственный вопрос Будут ли камеры По этому острову И будет ли вообще Какой-то контроль Над тем Что происходит На этом острове Или же их Просто-напросто Бросают И как бы Делают что хотите Там короче Выживайте как хотите Типа там Пока-пока Через неделю вернемся Но наверное Об этом расскажут Уже в следующей серии Хорошо Это явно интересно Явно интересно Круто Одним словом Круто Вот и все Ладно На этом моменте Значит буду заканчивать Ждем продолжения Вот Ну и надеюсь Что вам понравилась Эта реакция Ребята И всем Доброго дня Доброго вечера Увидимся уже совсем скоро В новых реакциях Как на это аниме Так и на другие Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok